Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале Форнакс Филм, вновь осенняя премьера, мы специально для сегодняшнего случая выписали столичного гостя, которым является Анатолий Жарпарком. Приветствую вас! И сегодня мы вновь возвращаемся к такому формату, как батл. Так как мы находимся в печной столице, мы будем сравнивать две самые небольшие печи двух монстров печкостроения. Да, и это печи очень старинные, их продано огромнейшее количество по всей России. И я бы не сказал, что от этих печей я в восторге. Ты в восторге от них? Я бы назвал это компромиссом, потому что есть небольшие бани, есть люди, которые любят ими пользоваться, либо вынуждены пользоваться. Поэтому нужны такие вот печи, недорогие, но вполне симпатичные. Смотрите, эти печи, они первое, все суховоздушные, конвекционные. У них, как вы видите, по всем бокам идут щели конвекционные, которые предназначены для того, чтобы парилку можно было очень быстро отопить маленькую, зимой допустим, воздушными горячими потоками. Эта конвекция не регулируется никаким образом и можно словить достаточно сильный переток. То есть это как девочка с кувшинчиком и с дудочкой. Либо быстрая протопка бани, но с другой стороны возможен переток. Люди сейчас рукастые, самоделкиные. Я видел то, что вот эти конвектора даже некоторые заглушают. Ну, просто в кожух врезают кусочек стали, который закрывает эти отверстия. Ну, тем самым, как бы уменьшает срок службы топки, потому что конвекция, она еще нужна для того, чтобы топка охлаждалась. Это вот первый момент, который я хотел заметить. Ты что можешь сказать? Я хочу сказать, что они рассчитаны на те объемы, в которых они должны работать. Поэтому, да, конвекционный нагрев, но чаще всего обычно это говорит о том, что вы не тратите много дров на нагрев помещения. В течение часа у вас будет готова баня и прогреются камни, которые находятся в каменке. Потому что каменки здесь небольшие, под 25 килограммов. В каждой. Поэтому масса небольшая, камни будут готовы и это вполне будет достаточно для недлительных банных процедур. Раз мы начали говорить о каменке, я предлагаю прям вот посмотреть, как устроена каменка на... Давайте с Руси начнем. И вы увидите следующее. Камни нагреваются вот об эту пластину, вот об эту часть, об эту часть, а патрубок дымохода... А обо что еще они нагреваются? Ну, собственно, от первого участка трубы, потому что здесь камни укладываются вровень с рамкой каменки. И поэтому, ну, в принципе, вся поверхность камней задействована при нагреве. Дальше. О, боковые стенки нагрева нету. И конструктора предусмотрели огромное количество титанически невероятных по своему объему щелей. Для того, чтобы, если вы перелили камни, то вода протекает вниз. Это первый момент. Давайте теперь посмотрим каменку у осы. Здесь у нас идет нагрев. Здесь, здесь, здесь. И еще вот эти бока, вот эти бока, вот этот бок, вот этот бок, вот этот бок. То есть, при одинаковом объеме каменок нагрев камней у осы мощнее, быстрее. Просто площади больше по нагреву. Но у осы, так же, как и у руси, есть вот такие вот щели для того, чтобы вода, которую не испарилась с камней, протекла на пол. Поэтому, если ты хочешь уменьшить конвекцию, это сделано еще и для конвекции, ты так же можешь сделать проставки из металла. В этом случае ты просто берешь лист стали, делаешь V-образный уголок и вставляешь. И у тебя вода не будет протекать на пол. И ты можешь использовать спокойно паровую пушку. А с другой стороны, если у тебя ничего нету, то у тебя конвекция уменьшается слегка. Все то же самое, только чуть-чуть по-другому и попроще. Ты можешь сделать с каменькой вот этой ключи. Тут уже ничего гнуть не надо, просто листик металла вырезал, проложил и заглушил вот эти вот щели. Вот. Ну, печку можно было бы еще больше удешевить, на самом деле, убрав вот эти бортики из нержавейки. Если вы заметили, здесь нержавейки нету нигде, это будет подешевле, чем вот эта. Но, когда печи стоят в магазине, покупатель достаточно часто, когда смотрит на это дешевое, это дешевое, это дешевое, он подсознательно действует как, ну, животное, мы все общественные животные. То есть, он видит, вау, блестяшка, вау, вау, блестяшка, блестяшка, это красиво. Это просто мозг такие посылает вещи, поэтому это чисто маркетинговая вещь, но для продаж очень нужна. Я с тобой не соглашусь. Во-первых, давай начнем обратно отчет, вернемся к площади каменки. Я думаю, что примерно здесь они одинаковые, но сама каменка УТМФ уже. Она размером примерно 30 на 30 сантиметров. Здесь же каменка крупнее гораздо, примерно 30 на 40-45 сантиметров, если я не ошибаюсь, мы потом померяем. Да, по поводу заглушить. Я думаю, что, в принципе, мы сейчас все готовы к тому, чтобы купить изделие, установить его, заложить камни и никаких дополнительных манипуляций с фабричными выпущенными печами не делать. Поэтому можно просто, если уж действительно требуется заглушить конвекционные отверстия, либо отверстия, которые отвечают за то, чтобы вода уходила, можно воспользоваться теми же камнями, плоской частью расположить их в нижней части. Да, какие-то воздушные потоки будут небольшие, но, тем не менее, они особо большими не будут и не будут, так скажем, остужать камни, находящиеся в нижней зоне. Ну, к удобству пользования, я думаю, мы попозже придем. А что касается вот этой рамки из нержавеющей стали. Дело в том, что, не секрет, что корзина каменки выполняется из конструкционной стали. Она окрашена кремно-органической эмалью. Может случиться так, что печка будет стоять в небольшой бане, которой и парная, и мойка совмещена. Соответственно, в этой бане будет гораздо важность повышенная. Поэтому неизбежно то, что она будет корродировать, вот эта часть. Особенно это будет заметно вот на верхних частях, на вот этой кромке. Тогда, как, допустим, подал ты что-нибудь там водой, ковшичком стукнул, краска откололась, естественно, на этом месте пойдет ржавчина. Поэтому это, скорее всего, полоска, которая делается из отхода какого-то, потому что она небольшая. Из отхода, уже не он столько нержа. Смотри, это буквально 6 сантиметров примерно. Давними кто-то на заводах не был, не видел, что они выбрасывают мусор. Вот такой вот полосочки толще. Ну, сейчас возможно, тем более сейчас у них есть литейка, они, скорее всего, все отправляют туда и переплавляют. Так что это безотходное производство. Можно я пока не сбился, я тут три пунктика хочу отметить. Мы же, у нас же не дружеские посиделки, мы же с десно жахтаться не будем, как говорится. Вот три пункта, с которыми я не согласен, с одним согласен. По поводу нержавейки убедил. Но, первое, объем. У них у всех по 25 килограмм влезает. Только у Руси нагрев вот такой вот плоский, оботну плоскость. Но зато высокие бортики у печи, которые не нагревают. У осы все по-другому. Бортики ниже, но благодаря скосам глубже камни влезают. И они уже нагреваются не только вот об эту поверхность, но еще вот об эти скосы, об эти и об эти. Поэтому, чисто по нагреву камней, мне вот эта вот печь намного больше нравится. Я тебе поправлю, Толь, позволю что-то сделать. Но здесь дело в том, что нагрев камней происходит только, понятно, от верхней части коллектора и дымосборника. И только от боковых частей. Нет, еще вот об этом. Нет, не будет этого происходить. Потому что тут топка, передняя часть, ее задняя, она нагревается. Это единый лист, который закрывает. Я понимаю, да. Но это все равно не самый непосредственного контакта с пламенем и с горячим дровым газом нет. Площадь нагрева здесь в два раза больше, чем здесь? Нет. Не в два. А, пусть зрителю решит, да? Покажем ему. Разбей, как говорится. Пусть жухло накажет. Я считаю, что здесь площадь нагрева вот эта, вот эта, вот эта. Чуть-чуть вот здесь. А здесь площадь нагрева вот эта, вот эта, вот эта, вот эта. И еще вот эта вот глубина. И еще вот эта вот эта. А ты уже сам напиши в комментариях, кто из нас прав. Следующий момент, с которым я тоже не согласен, это вот с этими конвекционными отверстиями внутренними. И они же антизаливка. Это такое злобное зло для бани, что вот прямо обязательно надо их закрыть. Потому что, к примеру, топка, она не будет перегреваться из-за того, что ты закроешь эти щели. Потому что здесь есть откуда идти воздуху, который будет охлаждать топку. А вот то, что у тебя вода будет на пол проливаться, то, что у тебя, это вообще, вот представляете себе, это настолько, ну, старинные вещи, что думали как, наверное. Вот сюда идет воздух холодный. Частью выходит вот отсюда горячий. И частью еще воздух проходит вот здесь. Но температура нагрева от топки, она всяко сильнее, чем температура нагрева воздуха. То есть, это те еще печи, которые не разрабатывались на компьютере. Они реально там чертили, там, на кульманах, на ватманах, что-то такое. То есть, это, ну, вот, как бы, вот, я не могу ничего сказать такого, чтобы прямо сказать, вау, вот это вот печи, ребята, покупайте их. Нет, это прямо вот для совсем бедных и кто умеет руками работать. Потому что я считаю то, что их нужно именно вот дорабатывать, вот это вот все закрывать, разбирать, кожух раскручивать, там что-то подкручивать. У нас очень много рукастых людей и есть еще одна особенность. Этих печей очень много продано за, сколько им лет, 15 их производят? Ну, Русь, да, даже больше. Вот смотри, у тебя, она стоит в бане, да, идет дымоход. И у них есть вот такая вот вещь, у всех печей она абсолютно разная. Расстояние от бортика до дымохода, вот такое, да, допустим, у этой печи. А у этой печи оно совершенно другое, у всех печей оно разное. И если у тебя стояла эта печь, но ты ее хочешь заменить, то тебе придется покупать точно такую же, чтобы не переносить дымоход. Потому что дымоход-то переносить, это тот еще деморой. Не совпадение там в полсантиметрика, и тебе надо дымоход переносить. Вот, я немножко завелся, потому что я люблю там хорошие какие-то печи, да. Ну, вот это вот мне не очень по кайфу, да. Но, зато эта печь из нержавейки, а это из углеродки. Из углеродки вот эта вот печь еще бывает из нержавейки, но если сравнивать цену, вот это дешевле, чем вот это, потому что это не ржавейка. Но вот эта печь, когда из нержавейки сделана, она будет дороже, чем вот эта печь. При этом нержавейка одинаковая по толщине. Почему? Потому что здесь идеальный раскрой. То есть вот раскрой имеется в виду лист железа, ну, лист нержавейки, который рубится и вообще безотходен. Вот такое мое мнение. Что ты смотришь? Ну, я думаю, что во многом, конечно, да, понятно, что на конструкции этой печи, естественно, пытались сэкономить. Это даже видно невооруженным глазом, когда вот мы смотрим на топливные каналы. Здесь топливный канал вообще не типичный для банных печей теплодара, то есть у всех остальных банных печей. Ну, возможно, может быть, кузбасс еще, да, какой-то идет с такой дверкой, если я не ошибаюсь. Здесь же классический топливный канал. Ничего не стали переделывать. Ну и, естественно, смотрите, здесь действительно нет абсолютно деталей, которые изготовлены с использованием штампа. Ну, я не считаю вот эти вот прорубные отверстия. Здесь же можно даже посчитать, сколько штампов использовано. Естественно, элементы. Раз, два, три, четыре. Смотрим на дверку. Пять, шесть штампов минимум. Здесь все-таки в проектирование наверняка вложено труда больше. Так как пытались сделать недорогое и красивое изделие. Я думаю, у ТМФ получилось. Здесь же явно видно, что человек, придя в магазин, увидит, эта печь выглядит довольно просто, небольшая, значит, она недорогая. Давайте я что-нибудь хорошее скажу про эту печь. Она узкая. То есть она уже, чем вот эта печь. Да. В углу будет стоять лучше. Вот эта печь у нее, ну, при том, что подложки одинаковые, у нее вот этот вот выход чуть повыше. То есть нагибаться чуть ниже. Да, что особенно актуально для пожилых пользователей. Когда там уже спина не гнется и довольно неудобно наклоняться ниже. Тем более здесь топливный канал имеет удобный наклон. А здесь он мало того, что узкий, он уже сантиметров на пять, он еще и просто горизонтальный. Вы заметили, что Евгений все время пытается закрыть дверцы, а я все время их пытаюсь открыть. Зачем? Чтобы показать диагональ. Сюда влезет брюно. Здесь все узенько. Ну да, то, о чем мы говорили. Примерно 20 сантиметров створ, здесь уже 25. Ну, по диагонали, конечно, тоже есть отличие. Это около 30 сантиметров. Здесь 26. Здесь топка шириной ровно такой, как вот этот топливный канал. Здесь, соответственно, то же самое. А нет, здесь на самом деле даже больше топка шире, чем сам створ топливного канала. Она длиннее, а эта покороче. Ну и это, кстати, сказывается наверняка еще на удобстве пользования. Каменка здесь 30 на 30 сантиметров примерно. А здесь каменка из-за того, что нет такой... Можно назвать сетку это, то есть ларь для камней. Как бы каменка для этих печей звучит громко очень. Ларь для камней. 30, но уже на 46 сантиметров. То есть здесь все-таки, наверное, пользоваться поудобнее каменками. А я скажу так. Здесь глубина сколько? Ну, пусть 12 будет. Ну да, 12, а здесь глубина... Ну, не 20, ладно, это я приврал бы. 18. Опять же, не забывайте про площадь нагрева металла. Здесь поменьше, на мой взгляд. Здесь побольше, но комментатор лучше знает. Я скажу, почему здесь 12 сантиметров. Возможно, потому что инженеры компании Теплодар выверяли максимальное расстояние удаленности края камней для того, чтобы камни прогревались достаточно эффективно. И это расстояние составило как раз 12 сантиметров. То есть вот эти все камни, равноудаленные от коллектора дымосборника, будут одинаково хорошо прогреты. Сказал очень важную вещь. И Русь, она в одном... Прям вот очень хороша. Расстояние от... Посмотрите, здесь у вас стенка, да? Ее нужно пожаробезопасить. Вот здесь расстояние до стенки больше, чем у осы. От края стенки до центра оси дымохода примерно 32 сантиметра. Здесь от края стопки до центра оси дымохода 21 сантиметр. То есть на треть он больше. Вот эти стопки, они одинаковые. Ну, примерно, да, это для стенки в пол кирпича. Но все это было бы хорошо и здорово. Если бы не одно... Но возьмем фонарик, кладем... И сюда... И прямо сверху. Видите, это прямоток. То есть мы видим колосник. То есть дымоход здесь очень хорошо нагревается. Я рекомендую обязательно ставить сеточку. И получать пар еще с камней. Которые на сетке, он будет намного лучше, чем тот пар, который будет вот на этих верхних камнях. Потому что, объясню... Еще раз, можно сюда камеру? Представьте, что вот этот дымоход, вот он стоит. И вот это вот расстояние у сетки меньше, ну, в полтора раза минимум. Соответственно, площадь нагрева будет у сетки и скорость нагрева, и мощность нагрева у сетки лучше, чем у каменки. Это такой парадокс. Это не я придумал, я просто все эти печи знаю, я с ними парился. Колосник вы не видите, потому что здесь стоит правильный отбойник пламени, который дает возможность удариться языкам пламени об этот лист металла, закрутиться, завертеться и уже более холодно пойти в дымоход. Поэтому, несмотря на то, что здесь расстояние от края печи до дымохода больше, я думаю, это просто баш на баш. А ты как считаешь? Да, действительно, здесь есть между двумя наклонными пластинами, которые являются частью ходов дымовых газов, есть отверстие примерно 5 миллиметров. Через отверстие действительно видно колосник, но недостатком я бы это не назвал. Почему? Потому что явно эта печь будет стоять в недорогой бане, и поэтому топливо не всегда будет самое хорошее. Возможно, это будут остатки соседского забора, изготовленного из хвойных пород деревьев ранее, да, либо какие-то там остатки от строительства той же самой бани, и могут топить всем, чем угодно. Вероятность засаживания будет все равно довольно велика, да? Ну, то есть, как бы со временем все равно дымоход будет засаживаться, к примеру. Поэтому часть вот того сажи, она будет, естественно, падать вниз. Естественно, здесь с помощью этой щелки, она, ну, если не догорит, то можно будет механическим способом почистить, и это будет довольно удобно. Без разбора дымохода ты можешь очень легко почистить коллектор-дымосборник. Да. Это не всякие печи могут себе позволить. Здесь же тоже все просто. Вот рука у меня, даже я не особо наклонился, вот пролезает, всегда можно тоже почистить. Вот теперь по конструкции топки посмотрим. Я считаю, что они обе достаточно хороши, потому что у них есть скосы. То есть, скосы по бокам. Здесь они, ну, как бы сказать, слабо выражены относительно того, что есть на оси. Ну, все равно это все хорошо и замечательно. И, наверное, надо обратить внимание на зольные ящики. Выдвигай свой, а я свой. Сравнивай, у кого длиннее, у кого потолще. Вот, в два раза толще. А у меня длиннее на миллиметр, на два, а у меня зато потолще в два раза. Кожухи у них у всех абсолютно одинаковые. Сделанные из углеродистой стали. Мне так кажется, мы вообще вот все, что могли, про них рассказали. Возможно, ты прав, да. Но, единственное, немножко отличается конструкция дверок. Дверка, ну, конечно, дверка и в том и другом случае. То есть, просто охлаждаемая, самоохлаждаемая. То есть, у нее есть полость и есть выход для... Вот здесь вот толщина есть, между ними воздух гуляет. Только здесь надо запирать, открывать, то есть, запирать. А здесь... Гравитационный метод закрытия. Да. Обе пищи изготовлены действительно из почти тех же самых материалов, из одинаковых материалов. Окрашены практически идентичными красками терракота и черный цвет, обычный антрацит. Короче, чтобы получить из них настоящую русскую баню 60 на 60, без перетопа. На мой взгляд, в первую очередь, каким-то образом побороть конвекцию. То есть, вот эти вот щели прикрыть. И второе, ну, сделать или купить паровую пушку. Их сейчас много достаточно на рынке. В Форнаксе есть паровые пушки? Обязательно есть паровые пушки. Но, Толя, я все-таки здесь не стал бы использоваться паровой пушкой, потому что каменка недостаточно глубокая и нет смысла добираться до нижних слоев. Опять же, ну, в случае теплодара. А я абсолютно не согласен. Вот тут-то каменка глубокая, сюда влезут в три слоя камня. Только верхний слой будет всегда намного холоднее, чем нижний. В этом же случае просто прикольно пушку поставить в самый низ, чтобы она касалась металла, а сверху положить камни. Ну, комментатор, давай уж ты напиши, как есть. Вас видишь, как мы диаметрально мнение противоположное имеем. Ну, и опять же, я против различных доработок серийных изделий, серийно выпускающихся изделий. Я всегда за сток. А я хочу вам пожелать следующего. Не покупать эти печи. У каждой из этих компаний есть, что у Теплодара, что у ТМФ, есть более лучшие печи на этот объем. То есть, если тебе нужна русская баня, и тебе нравится бренд ТМФ, то там есть Гейзер Мини и Гейзер Микро. Чуть-чуть дороже, но там уже есть отличная закрытая каменка, и с конвекцией проблема решена. У Теплодара тоже наверняка есть какие-то небольшие печи. Какие? Ты скажешь или ты напишешь, зритель? На сайте farnax.ru есть все печи, производимые этими двумя компаниями. Поэтому выбор за вами. Мы же сегодня познакомились. В историю залезли, в глубокую. Да, в глубокую историю залезли, покопались там, может быть, что-то вытащили на свет. Но я думаю, что все-таки для небольших бань эти печи довольно хорошие. Их можно ставить, ими можно пользоваться. Со всеми заявленными характеристиками они будут справляться. Они согреют баню заявленного объема, они нагреют воду в баке, установленном на выход дымохода. Естественно, они будут давать пар. Да, недолго, но тем не менее, для того, чтобы приятно провести время после тяжелого трудового дня на садовом участке, этого будет вполне достаточно. Вот говорят, конечно же, берите там. Я так... Не надо. Хорошо, железный аргумент. Единственный, наверное, здесь убойный аргумент среди присутствующих в этом зале. У кого есть печь оса? Ни у кого. У кого есть печь Русь-9 от компании Теплодар? Алексей. Русь-9, да, насколько я помню? Ну и как? Вполне? Вполне. Мой сезон стоит, в принципе. Мама довольна, я, соответственно, тоже доволен. Спасибо. Это мы с тобой уже, наверное, просто банная гурмана, там шляемся по бане-фестам, по всяким там баням. О, по баня-фестам. Кстати, сейчас я откопаю архивные кадры. Это будет такая небольшая вклеечка. В одной из бань на бане-фесте стояла Русь-9. Но единственное, она была с укороченным топливным каналом. Опять же, это тоже плюс. Для таких печей их можно устанавливать и в банях-бочках. О чем мы совершенно забыли сказать, небольшого размера. И еще один плюс, который можно записать в пользу осы. И существенный, наверное, недостаток, допустим, Русь-9. Это то, что здесь можно навесить на нее, опять же, штатную дверцу от производителя, в которой есть стекло жаростойкое, через которое можно даже в небольшой баньке наблюдать за красивым пламенем. Здесь же такой возможности нет. Ее нас лишили. Маленьких дверей у теплодара нет. И опять же, дверца перенавешиваемая. Плюс, конечно, все-таки внешний вид явно современнее у ТМФ. Несмотря на то, что эта печь также довольно давно производится. Вот этим деталям, этому штампу уже, наверное, тоже 100 лет в обед. Наверное, с 2003 или 2004 года они применяются при изготовлении печей. Этим конвекционным отверстием точно уже, наверное, с 2003 года они делают. Может быть, рамка стала отличаться спустя какое-то время. Ну, естественно, внешний вид на ура. Я с тобой опять не согласен. С точки зрения бабушки, которая заходит в магазин, вот стоят две печи. Они стоят обычно вот так. Стоят, грубо говоря, примерно одинаково. Что она видит здесь блестящее сквозь призму жизни? Блестящее она видит вот эту вот штучку. А здесь и вот это блестит, и вот это блестит, и это блестит. С точки зрения барыжничества, именно вот блестит, значит, это дорого. Купить на пятак рублей можно. Вот это, конечно... Пожалуй, соглашусь, но мне все равно прям импонирует позиция ТМФ при производстве печей. Здесь даже саморезы окрашены в цвет деталей, которую они крепят. На рамках они черные, цвет здесь... Ты святой человек, ты не торгаш, как я. Ведь каждый вот этот саморезик, он блестит, он как вот лягушечка, которую видит комарика. Если он не двигается, она его языком не цепнет. А он как полетел, бах! Оно в лучах, в софитах торгового зала заблестело, бабушка увидела, блестит и купила. А тут вот все как вот закамуфлировано как бы. Ну, я нормально мажу, чтобы меня в теплодар пускали. За 13-й зарплатой? Ну, то есть я как мог, я старался. Сначала немножко сказал правду, а потом вот в конце ролика сказал как есть, да? Ну, понятно, что у нас сегодня не было цели совершенно, чтобы загнобить какую-то единицу из ассортимента этих компаний. Эта печь действительно с такой... С тяжелой судьбой. Ну, с давней историей, можно так сказать. С какой культурной. У меня тяжелая судьба, а у тебя давняя история. Печи хорошие, печи недорогие. Да, но берите другие в той же самой ценовой категории у тех же самых производителей. Ладно, давай мы посмотрим, что покажут комментарии от комментаторов под этим роликом. А сейчас, друзья, нас ждет вообще мастер-класс от Анатолия. Почему? Потому что вы знаете его как человека, который очень любит рисовать различные схемы. Монтаж дымохода это, наверное, самый просматриваемый ролик на Рутюбе, да? Самый обсуждаемый. Самый обсуждаемый, да. То, что Анатолий ни в чем не рубит. Давай-ка мы сейчас попробуем повторить твой успех и сейчас на этом флипчарте нарисуем идеальную, с твоей точки зрения, планировку небольшой бани, в которой могли бы быть установлены либо эта, либо эта печь. Тут, собственно говоря, вариантов немного. То есть, вот одна парилка, а вот другая парилка. Либо ты полоке располагаешь вот так, либо вот так. Ну, и как под вариант, либо ты полок устанавливаешь. Это не полок уже, это насесто. То есть, это еще можно сделать широким, и это широким. А это уже будет узко, и там это больше для саунд. Соответственно, печь ты можешь в этом случае поставить либо сюда, либо сюда, либо, может быть, вот сюда, сместив. В этом случае ты печь оптимальнее поставить сюда или сюда, в зависимости, ну, где вход. В этом случае... Давай определим, да, хотя бы где вход. Ну, понятно, что здесь уход может быть где угодно, может быть вот здесь, вот, он может быть вот здесь, вот. То есть, без сцепления ко входу. На мой взгляд, самый оптимальный вариант, это один широкий полок. Либо вот этот. У нас так с магистром в лаборатории сделано, когда стоит печь вот здесь, и широкий полок вот здесь. Либо вот этот вариант. А это абсолютно негодно. Это для тех, кому посидеть, а таких любителей у нас нету. А это для тех, кому полежать. А полежать любят все, потому что лежать лучше, чем сидеть. Ну, это научный факт. Ученые английские установили. Это что касается парного помещения. Здесь же мы говорим опять о том, что печи, что это, что это, способны отопить любые смежные помещения, любой бани. Ну, понятно, чтобы там, естественно, не был какой-то там огромный каминный зал. Ну, я вам рекомендую просто купить вентилятор-ветерок, за 900 рублей вставить его в розетку, в предбаннике, и все у вас будет хорошо. У меня, во всяком случае, так. Ну, что ж, друзья, у нас есть три замечательные схемы, которые одна ни к черту не годится, по словам Анатолия. Но, тем не менее, именно вот эту схему я видел на бане Фестер. Да, в бане-бочках используют ее. Ну, что ж, мы очень ценим твое мнение. Спасибо тебе за приглашение. Спасибо комментаторам за срач в комментах. Я вас благословляю на проведение данного мероприятия. Можете писать матом и как есть главное. Благодарим нашего гостя Анатолия за то, что он нашел время, нашел деньги на билет, нашел деньги на гостиницу и прибыл в столицу Сибири, печную столицу России и... Даже не попросил у тебя денег. Спасибо. До новых встреч, друзья. Счастливо. Всем пока. Не забудь подписаться и подергать колокольчик, чтобы не профукать, не профакапить новые видео с канала Фарнак. Здесь рубят только правду. Продолжение следует...